Всем привет! Сегодня идем на выступление к средней дочери школовой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что мне нравится в американской школе, это все сделано для детей. Вот такие вот залы концертные. Такой огромный концертный зал, специально, чтобы дети могли выступить. Много всегда вопросов было по адаптации, адаптации детей в США. Но для тех, кто сюда собирается переезжать, я по своему опыту могу сказать, не переживайте за детей. Дети адаптируются очень быстро. Вот средняя девочка, которая у нас сегодня здесь выступала, она адаптировалась у нас дольше всех. Но вот прошло полтора года и все нормально. Совет от себя. Просто посмотрите, что ваш ребенок любит. И поддержите его, и помогите найти то, что он любит. Вот наша девочка танцевала, допустим, в России. И первые годы мы... В общем, мы за полтора года поменяли три школы. И вот в этой школе прекрасная вот эта группа танцев. Она нашла вот эту группу, все, она в восторге. Она чувствует себя прекрасно. Уже появились друзья, и, в общем, жизнь налаживается. Все прекрасно. Остальные дети, они очень быстро. То есть младшая дочь, которая в элементаре, в младшей школе, это просто сразу приобрела друзей, сразу все ей нравится, все прекрасно, все просто замечательно. Старший сын, он упор сделал на учебу и на язык. И, в общем-то, сейчас вот в университете опять он первый курс. Ему опять надо упереться и делать. Но, опять-таки, приобрел себе, уже нашел себе друзей. Уже есть компания, с кем общаться. В общем, все нормально. Поэтому у детей все быстрее. И друзья у них говорят на английском. Американцы, которые родились в Америке. И наши с ними уже общаются. Им все это легко-легко. Ну, может быть, есть какие-то трудности, но, когда они с друзьями, это, в общем-то, в принципе, незаметно. Вот такой вот спортивный зал. Здесь соревнования какое-то тоже проходят в это же время. Вот так вот народ собирается всегда. Всегда есть зрители. И вот так вот в одном, значит, зале был концерт. В другом вечером, в 7 часов вечера начало тоже соревнования. В этой школе есть еще и бассейн. Тоже соревнования проходят. Вообще, можно взять... Вообще, есть основные уроки, которые обязательные. Это математика, английский язык. Но есть такие предметы, много предметов, которые можно поменять. Биологию на географию. Или, допустим, там, урок танцев. Урок физкультуры на урок танцев. Вот как наша девочка поменяла. Она урок физкультуры не любит, а танцами занималась. И вот она поменяла на урок танцев. Каждый день у них танцы. Как я поняла, детей здесь распределяют по результатам тестов по разным классам. Но имеется в виду уровень знаний. В основном определяется по математике и по английскому языку. Вот это вот в чёрном стоит. Это учитель танцев у них. Сама молодая, весёлая. Поэтому им очень нравится этот урок. Детей очень много. И мальчиков, и девочек. Я совсем немножечко сняла кусочки, просто чтобы показать. Потому что в зале сам концерт, съёмка запрещена. Потому что они делают свои видео. И потом их продают. Для того, чтобы приобрести какие-то костюмы, что-то такое. Вот для выступления сделать более так красиво. И билеты. Билеты тоже мы покупаем. Билеты стоили в этот раз 5 долларов. Обычно бывает так 10-15. И вот костюмы, в которых они выступали. Наша девочка выступала в конце. У них были такие костюмы. Это белые свитера и белые кроссовки. Ну и, в общем-то, леггинсы любые. Ну вот мы недавно были в магазине Борлинг Том, где покупали. Как раз белые кроссовки искали для этого танца. Вы можете посмотреть, как мы делали покупки в этом магазине. Вот эти часы школьные. Это историческая реликвия. Они остановились, когда в 60-х годах здесь было землетрясение. Школа была двухэтажная. И второй этаж полностью развалился. Были повреждения и здесь внизу. Здесь библиотека, которая разделяет две школы. Среднюю и старшую. Она тоже развалилась. И несколько лет эти школы вообще никак не соединялись. Но дальше второй этаж снесли. Библиотеку отремонтировали. И вот в этом году опять было сильное землетрясение. И у нашей знакомой учительницы тоже часы остановились в классе в это же время. Но потом запустили. Вон они ходят, убирают, ребятки. А мы ждем. Что мне еще нравится в американских школах? Здесь не собирают деньги на ремонт школы. Это такое счастье. Потому что каждое собрание в российской школе это просто стресс был. Потому что так как не всегда заработки были нормальные. И каждое собрание идешь, и ты просто должен нести с собой сумму денег. Здесь собрание это просто какой-то праздник. Особенно, когда дети хорошо учатся. Наши хорошо учатся. Поэтому мы приходим и только слушаем реферамбы от учителей. Что здесь, как проходит собрание? В младшей школе проходит собрание, приходишь на личную встречу с учителем. То есть папа, мама и учитель. Ну, если какие-то более серьезные вопросы, может быть еще какой-то представитель от школы или директор. Старшая школа – это большой зал, в котором стоят столы. И у каждого стола сидит преподаватель какого-то урока, стоит табличка. И родители приходят и подходят к тому преподавателю, с которым они хотели бы поговорить. Ну, в общем-то, мы обходим всех основных преподавателей. Спрашиваем, все ли нормально. Они объясняют, рассказывают, какая ситуация сейчас на этот момент. Ну, обычно все замечательно, все прекрасно. Ну, и какие-то советы дают. Все, в общем-то. Даже если у кого-то какая-то проблема, и человек, ну, как ребенок, не справляется, что-то у него не так. Никогда не скажут вашего ребенка проблема или там вот что-то не так. Начинается так. Все прекрасно, все замечательно. Но ему бы надо подтянуть вот это, вот это. И вот примерно в таком духе все идет. Поэтому никакого стресса нет ни для ребенка, ни для родителей. Ты понимаешь, что, в общем-то, все нормально, надо только подтянуть. И никто не говорит на весь класс, что там Иванов, Петров, Сидоров тупицы. Вот такого здесь нет. Вообще детей даже за пределами школы обсуждать нельзя. То есть учителя имеют такой запрет. Нельзя обсуждать детей ни в школе, ни за пределами школы. Вот такой вот каток, да. Это младшая школа. Вот она, школа сама. Вот так вот просто выходной день. Организаторы привозят музыку. Ставят вот так вот такую баночку для сбора средств. Для содержания катка. Коньки можно взять на прокат. Можно самим привезти свои. Ну, вот мы свои привезли. Девчонки пошли кататься с подружками. Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Ну, а вот здесь вот детская площадка школьная. Вот такая вот она. Это на переменке дети здесь отдыхают. Собственно говоря, что я хотела показать вам про адаптацию детей. Здесь сами видите, да, как дети быстро адаптируются. А вот младшая, допустим, мне рассказывает, говорит, мама мне задает вопрос на английском. И я, говорит, заметила, что я думаю на английском, а потом перевожу на русский. Ну вот у детей это довольно быстро. Я разговаривала здесь с людьми, и они говорят 2-3 года, и некоторые дети, там, до 10-11 лет, которые приехали, они начинают забывать свой язык. Особенно если родители дома начинают говорить на английском языке, то очень быстро. Поэтому вот наша школа, она с русской программой, это вот младшая школа. Ну, хотя у нас и младшая, и средняя, и старшая школа, где мои дети учатся, они все с русской программой. Есть русские учителя, специальная русская программа, которая включает в себя и английскую программу, и русскую программу, как сказать, вместе. То есть дети ничего не упускают ни в английской программе, просто им как добавочное идет еще и русское. Ну, чуть больше, может быть, у них там занятий, чуть больше, может быть, им там задают, но они, в общем, вспоминают русский язык или учат заново, если кто-то забыл. Они не занимаются в русской программе, потому что с русским все нормально, нужен английский. Поэтому мы дополнительно подтягиваем английский, а не русский. Но те детки, которые на самом деле приехали маленькие, вот для них это хорошо. И много американских детей, которые, в общем-то, родители хотят, чтобы они знали русский. На Аляске, к моему удивлению, очень много людей, которые учились в школах специально, родители их туда отдавали, или они сами хотели, специально учились в школах, в которых есть русская программа. Не во всех штатах есть школы с русской программой. На Аляске есть. И очень хорошие школы, очень хорошая русская программа. Девчонки пошли пить горячий шоколад. Там стоит устройство такое, бесплатно можно попить горячий шоколад с машмеллой. Вот они там выстроились. Если у ребёнка нету никаких проблем с русским, ну, в общем, со своим родным языком, с общением на своём родном языке, то и здесь проблем не будет, а дотация будет быстрой. Ну, во всяком случае, это по моему опыту, по моим детям и по опыту тех людей, которых я увидела, с кем пообщалась. Субтитры делал DimaTorzok Все, домой? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok